Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня роллы. Мне часто пишут в комментариях, что Айка заказывает роллы из разных доставок, чтобы они были внешне разные и чтобы нам было интересно. Я вот заказала и не знаю, радоваться мне или плакать. Калифорния, я не совсем поняла, что это Калифорния, икры настолько мало. Дальше Филадельфия. Но так себе, если честно. Внешний вид оставляет желать лучшего. Эти запеченные вообще малепусенькие. Возможно, я придираюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, я просто такой придирчивый покупатель. Вот. А может быть, действительно, ни о чем роллы. То есть, вот эти, они совсем малюсенькие. Посмотрите, я вам в историю инстаграме показала. Ну да ладно, попробуем. Ничего, сделаем вывод и больше не будем там заказывать. Здесь у нас вода с лимоном, мятой и льдом. Да, здесь даже кусочки льда. Обожаю воду с лимоном. Это просто мое самое-самое любимое. И давайте приступим. Буду отвечать на вопросы, которые вы задавали мне в инстаграме. Я ставила опросник, правда, вчера, но у меня все заархивировано. Вот, буду отвечать на ваши вопросы. Айка давно не говорила про брата. Он в исламе. Часто меня спрашивают по поводу брата. Я вам рассказывала давно, что у меня брат был человек глубоко неверующий. Человек далекий от религии вообще. От всех этих понятий. Но потом он попал в компанию, где все его окружения были верующие. И так получилось, что он тоже начал делать намаз. Начал наставлять на путь истины и нас. Но вот знаете то, что мне нравится в моем брате? То есть он не заставляет. Он не внушает тебе ничего. Это его выбор, а это мой. Он не отрекся от религии. По-моему, даже это делать нельзя. Это большой грех начать, а потом посередине отказаться. Он делает намаз, держит пост и все эти моменты. В последнее время прям совсем начал подробно это все изучать. То есть многие думают, что я не рассказываю про это. Значит, брат отрекся от всего этого. Нет. Просто я один раз рассказала. Больше не вижу смысла. Я считаю, что очень важно в плане веры именно не наседать, не заставлять. А человек сам должен прийти ко всему этому. Меня часто в комментариях собираются. Начинают меня обсирать по этому поводу. Но, блин, чем больше вы это пишете, тем больше мне не хочется. Человек сам должен прийти. У меня в Саратове была знакомая, которая из-за парня надела хиджаб, начала делать намаз. Но как только они расстались, она все это бросила. Знаете почему? Потому что изначально она сама не хотела этого всего. Она просто делала ради любимого. А так не должно быть. Роллы, конечно, большие, но они просто разваливаются, и, честно. Прямо сегодня встала поздно, вчера до ночи рисовала. И как вот встала первая мысль, так резко захотелось у роллов. Открыла приложение. Но у нас почему-то роллы, большинство доставок, начинают работать где-то с 12, там с 11. Нашла эту доставку, и у них не дешево, я бы сказала. Они там с 11 или с 10 начали работать, я думаю, во, у них закажу. Видимо, эти доставки допоздна работают. Когда допоздна работают, они же не могут своим сотрудникам сказать, что завтра утром опять приходи. Не знаю, в 9. Да и, наверное, утром никто роллы не заказывает. Кроме меня. Когда я снимала пивную тарелку, всем понравился этот атмосферный желтый цвет. Многие писали в комментариях, что я-ка всегда снимаю при таком освещении. Но, блин, настроить этот желтый свет очень сложно на моем ринглайте. Это просто целый час надо заморачиваться, чтобы был этот свет. Белый свет настроить легко-то. А вот желтый целая история. Но я буду стараться по вечерам снимать при таком освещении. Мне самой тоже очень понравилось. Очень атмосферненько, как-то уютненько. Следующий вопрос. Айка, ты очень грустная на видео в последнее время. Гаджиева Асиат. Задает вопрос. Гаджиева Асиат 27. Привет тебе огромный. На самом деле нет. Наоборот. Были моменты в моей жизни где-то, наверное, полтора месяца назад. Я была очень грустная, очень подавленная. Но я делала вид, что у меня все хорошо. И вы даже этого не заметили. А сейчас у меня все нормально. Так что вы меня не спалили, когда действительно было очень плохо. Весим бишь схомячила. Давайте теперь этот. Вообще этот год какой-то нехороший. И чисто для меня очень нехороший. Со всех сторон. Но поверьте мне, если бы в жизни все шло просто идеально, супер классно, тогда бы... Тогда бы... Чуть не разлила, прикиньте. Тогда бы, наверное, жить было не настолько интересно. Поэтому нормально. Руки и ноги целы. Правильно. Есть любимая работа, есть любимая аудитория. Элементарно, это так круто. Ты в любой момент можешь найти, например, себе друзей. Мне там девчонки пишут, Айка, есть тебе не с кем идти на море. Поехали с нами. Это так приятно, честно. Я смотрю, до этого девочка постоянно отвечала на моей истории. Ну, вот давно прям меня смотрят и все что-то позитивное. И мне прям-то хочется написать, а давай рискнем, поедем с незнакомыми людьми. У меня даже... Есть такая идея. Не знаю, как вы отреагируете. И как вам вообще такая идея? Особо ни у кого из блогеров я не видела, чтобы такое было. Возможно, аудитория как-то странно воспримет это. Я думаю, следующий свой день рождения устроить со своими подписчиками. Не то, что приходите, что-то мне подарите. То есть все расходы, там, ресторан, так далее, все беру я на себя. И не обязательно что-то мне приносить. Можно просто один цветочек принести и все. Вот. У меня есть просто такая идея. Мне хочется, не знаю, взять где-то 10 подписчиц и пойти посидеть где-то, потанцевать, пообщаться. Возможно, даже влог снять. Потому что иногда на улице, тут, там я встречаю таких крутых чувек, таких чекуль. И они подходят ко мне и говорят, Айка, я тебя смотрю, смотрю твои мукбанки. Я смотрю на девушку. Такая красотка, такая офигенная девушка. Я думаю, блин, ты меня смотришь? Ты не шутишь? Ты реально меня смотришь? Вот так приятно. И у меня есть такая идея в голове. Я сказала маме. Мама говорит, это как-то даже некрасиво получается. Все подумают, вот приходите, подарите мне подарки. Как-то некрасиво. Можно просто позвать. Ну вот, короче, такая идея у меня есть. Как вы думаете, пишите в комментариях, было бы интересно или нет. У меня просто восстанавливает то, что никто из блогеров такого не делал. может, я не знаю. Однажды у меня было такое. не помню, то ли конкурс, то ли еще что-то было. Так получилось, что мне приз нужно было отдать. Я пошла отдавать, и там три такие приятные девушки позвали меня в кафе. Мы там немножко посидели, пополтали. Вот прям я запомнила это. Мне кажется, я и в 90 лет это буду вспоминать, что вот такое было в моей жизни. Я думаю, было бы как приятно, если бы день рождения так сделать. Или у меня раньше была идея, вот будет у меня свадьба, позвать где-то 5-7 подписчиц. Не то, что приходите, мне деньги подарите, просто поучаствуйте, не знаю, потанцуйте, отдохните. Что-то такое. Обязательно напишите в комментариях, как вы думаете. У меня все с нюхами такая проблема. У меня подружки, кто-то с мужьями, например, да, кто-то, например, по-русски не говорит. Кому-то неинтересно с моими родственниками. Я не могу всех вот вместе как-то позвать. Кто-то кого-то недолюбливает. Я это знаю. Я однажды в последний раз, когда я делала так день рождения, это было в Голливуде, я заметила, что некоторым, например, скучно на моем дне рождения. Кто-то из-за того, что я позывала без мужа, например, муж сразу приехал, забрал. Ну, к примеру, да. Поэтому было как-то не очень удобно. Из плохих новостей у нас подорожал бензин. Но у нас он не просто подорожал, а подорожал именно 95-й. Кто не разбирается, я тоже не особо разбираюсь. Это бензин для дорогих автомобилей, для новых автомобилей, для турбо-движков. И дорожает постоянно этот бензин. Дизель и бензин для обычных машин стоит на том же месте, на котором стоял. Для этого собираюсь покупать более-менее хороший автомобиль. И там 95-й нужно заливать. Получается 92-й 1 манат, а 95-й 2 манат. Представляете, разница в 2 раза. Ну, это типа, знаете, если у тебя деньги на такую дорогую тачку, пожалуйста, плати за бензин тоже. Борьба с богатыми, так скажем. Поэтому теперь я уже выбрала машину. Теперь мне все отговаривают, что нет, давай возьмем машину попроще, постарею. Жизнь-боль. Как-то даже непривычно мне снимать с этим задним планом. Даже с одной стороны мне как-то нравится. У меня есть идея сделать разные задние планы, покупать разные ткани, как-то завешивать. В общем, увидите в ближайшее время. На этом все. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.